Арбуз Хуити на арбуз Меня, конечно, простите Но Сильдерейм уже больше никого не удивишь Но у меня есть арбуз Арбуз состоит в основном из воды А воды пить много нужно Он также много с сахаром Но я сегодня был на спорте Поэтому могу съесть арбуз Но я вам должен сказать Вот пацаны, которые с Казахстана Это не арбуз Братва, это не арбуз По сравнению с казахстанскими А это не арбуз Вкус как у арбуза Но это не арбуз Это как Слушательница Оксимирона Вроде тёлки Но не совсем тёлки Так это вроде арбуз Но не совсем арбуз Да-да, арбузки можно будет купить Нет, гайму у нас нет Это неправда Гайму запрещено Просто, ну Тут Клема другой Не растут Так как у нас в Казахстане Вот поэтому Такие Арбузики Настроение Хорошее настроение Я целый день был По делам В городе Купил себе новые джинсы Акны Сумочку только купил Тебе Который вот так Вокруг пузико Модный такой Поел К босике сходил Повыжинал с ней Вот Сегодня какая-то Тузня модная Схожу С вадиком Кроме лизов У меня есть хуй в твой род Сумка Ноу-нем Я в секунде купил За 16 евро Ну как Сладкий да Но Казахов бы не удивил Это не нахер Я чуть себе палец не отрезал Сука Хуй вела Мм Как к Симирону Хорошо отношусь Очень талантливый исполнитель Вот Не я не считаю себе правильно Я считаю что Правильно был только Иисус А люди не были правильно Нет правильных людей Не знаю как к Окси ко мне относится Если я ему не нравлюсь Он может взять в рот говно И плюнуть мне в лицо Как вариант Не знаю Ой Вот и Судя по всему Ну, мусульманин, как ты относишься к христианству? А ты сначала, ты. Не, ну что значит, жду. Обязательно послушаю, я считаю его талантливым. Ну, не то, что, ребят. Не в том возрасте, чтобы от кого-то фанатеть. Прям. Я, я дегустатор ресторанный. Весь день сижу дома. Мне, короче, рестораны, ну, пишу, привозят под окно. Я дегустирую, говорю, хуйня ли, забить. Раздаю звездочки ресторанам. Я гурман, короче. Такой, берлинский. Вот, про этот арбуз я его, конечно, полностью съем, весь. Но напишу, что хуйня. Я сказал, уже сто раз объяснял, что я владелец сайта Одноклассники. На лицо. У меня вчера ночи сидели на лице. Но я бы и сегодня не сказал. Я всегда любил что-нибудь тоненькое. Да. Стоит. Можно сейчас бить оксимирона? Я тебе предлагаю сделать тату, портрет оксимирона. Вокруг твоего маленького влагалища. Вот, чтобы род находился вот как раз вот. Да поняла. Вот. Ой. Такое красиво. Во. Как его, я обожаю его. Я единственный красивый фанат оксимирона. Смотри, милядина на меня. Единственный красивый фанат оксимирона. Хомяков не обидно. Хомяки же милые. Я знаю, что вы идиоты. Мне просто лень вам постоянно что-то объяснять, разжевать. Ну, знаешь, давай я тебе попытаюсь. Если... Память. Не обманывая, я вам в прошлом году выпустил альбом «Хунт». На этом альбоме было хоть слово про Окси. Или, блядь, вообще, хоть слово про рэп, друзья, про рэп, вообще про рэп, рэп тематику. Не было жда. Я про Окси там ничего не говорил. И в прошлом году все это время это что-нибудь изменило. Вы что от меня отъебались со своим, блядь, оксимироном? Какая разница, я говорю про него, не говорю. На что это влияет? У нас совместно вообще прошлое. И не я про него говорю, говорите вы. А я издеваюсь над вами. Я же не сказал, что Окси Мирон урод некрасивый. Я сказал, что вы уроды некрасивые. Понимаете? Это факт. Ну, а если про забыть, не упоминать. Вот у меня целый релиз вышел. Ни одного рэпера не упомянул. А сейчас для разнообразия решил всех в рот выебать. Вот, уж извини. Уж извини, но я себе это позволю сделать. Нет, справедливо уже. В прошлом релизе ни про кого ничего не говорил. А сейчас решил всех в рот выебать для разнообразия. Ну, нормально же. Нет, скажите честно, нормально же. В прошлом релизе ни про кого ничего не говорил. Нет. Русского рэпа не существует. Я представитель рэпа на русском. Русского рэпа нет. Еще одно подобие. Просто они все хуя в России. Я единственный нормальный. Оксимиров он был тоже нормальный. Когда мы вместе делали, он еще тогда сам в Европе жил. А он потом из Европы вернулся обратно в Рашку. Ну и хуйня стал. Там же вот что-то там, не знаю. Вот с роком получается. Русский рок охуительный. Орусский рэп хуйня. Вот рокеры говорят, что все рэперы долбоебы. Бля, правые рокеры. Серьезно говорю. Рэперы все пиздлявые. Кто это сказал? Шнур или паук? Шнур по-моему, да? Шнур да. Шнур скау, молодец, да? Да. Какой фит, иди нахуй. Языков три. Поздравляем рассказать был в 1996 году. Я не рэпер. Я мультиталент. Мультиталант. Творческая личность. Художник. Творческая личность. 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 вот так хорошо так что вы пишете если меня нет я же не читаю смысл писать когда меня рядом нет была которая сама портрет старый 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 кто тебе сказал что мне чем-то не угодил лсп понимаешь оскорбление они часть все выдумка то вот например есть я скажу там что а не знаю там хотя нет вот про русских репортах хотя привести пример русский репортам например если я скажу что галат хуй со что это типа образно на самом деле нет как объяснить то короче в случае лсп это констатация факта это не оскорбление я скажу он пидор что неправда что ли за вот меня дмитрий дмитрий меня зовут димуля дима а 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 я в берлине сейчас нахожусь своей квартире Но намерен переехать Хочу квартиру побольше Меня почему-то тянет на окраину Я хочу квартиру где-нибудь в сторону Потсдама Мне почему-то хочется Снять или дом, или квартиру У озера, а в лесу Вот что-то вот приспичило Ой, зачем их блокировать? Как будто меня интересует, что они пишут Я знаю, я тебе объясню Вот у меня в ВКонтакте есть группа Да, группа моя Вагобунт до конца называется Там у меня есть альбом Альбом называется Лицо Критика Я, естественно, активно слежу за своим творчеством За соцсетями и читаю комментарии там очень часто То есть, но это делают все Ну, просто многие делают это под анонимами Ну, анонимами там Создают специальные аккаунты, чтобы не палиться А я как бы делаю в открытую Отличие от всех Вот, и я часто захожу и читаю Там, что про меня пишут И иногда мне раз что-нибудь напишут такое Я думаю, зайду, посмотрю Думаю, ёптвою мать, что за уёбок Вот, и заметил некую последовательность Такую, закономерность даже Мне пишут негатив И исключительно Мрачные люди Стремные тёлки Какие-то доходяги Лошары Какие-то, блядь, дрыщи Черти полные Вот, и Я думал, блядь, ну может совпадение И, как бы, наблюдал За этим всем, наверное, месяца полтора И заметил, что, блядь, исключительно Вот, 99% людей, пишущих мне хуйню Стремные тёлки Уёбки Прям, блядь, дрыщи И так далее Я начал просто без разбора Вот, вижу где-нибудь на меня Про меня кто-то хуйню написал Я захожу в его профиль Смотрю фотки Делаю скрин Выставляю у себя в альбоме Лицо критика Вот, зайди, посмотри В этот альбом И ты поймёшь, какие люди Вот, вот, Мари, завали Даун, я тебе бля-бля Вот этот хуйсос пишет мне какую-то хуйню Я вам гарантию даю, что он уёбок Что он дрыщ, блядь, и живет в ебенях В какой-то Сталинке Чмошно одетый И вообще его жизнь, короче, хуйня полностью Кто-то ебал его жизнь Вот Вот он пишет мне хуйню И после этого я просто подумал Бля, а что обидного в том, что тебе какие-то черти хуйню пишут Тебе даже их жалко Не то, что тебе не обидно, тебе жалко Таких людей Вот Я перестал их банить Может, я просто знаю уже Кто хуйню мне пишет Вот Как только вижу, что кто-то мне хуйню пишет Я же знаю Ах, опять какой-то урод здесь заблудился Серьезно, зайдите ко мне в ВКонтакте, в группу посмотрите Группа называется Вакабон до конца И там есть альбом «Лицо Критика» Посмотрите на этих людей Вы охуеть Люди любят себе подобных И ненавидят недоступных Вот Массовая любовь к Оксимирону Объясняется тем, что он олицетворяет Свою целевую аудиторию Он дрыщ Лошара Задрот Его целевая аудитория Дрыщи, лошары, задроты Вот Они его любят А я Как раз противоположность Я харизматичный Стильный Я мужчина Вот Они поэтому не могут себя ассоциировать со мной Но я им недоступен Вот Моя личность Она слишком недосягаемая для них Поэтому меня они ненавидят, естественно Вот Это такая хуйня Вот нищие говорят Например, блядь, вот этот пафос Все вот эти дорогие шмотки Фу, блядь, какой идиотизм Они внушают себе нелюбовь к брендам Вообще К дорогим вещам Потому что эти вещи для них недоступны Вот Они себе объясняют, что это им не нужно И люди, которые тратят на это деньги Они типа дураки Но на самом деле Это все связано с тем, что Просто им недоступна И поэтому они начинают это ненавидеть У нас с людьми точно так же Поэтому меня ненавидят А кого-то любят Вот Нормальные люди Стильные, адекватные Ко мне это хорошо Относится Посмотрите на мое окружение На людей с кем я общаюсь Вот Они-то нормальные Нормальные люди Нормальные со мной А уроды А их большинство Смотри Окси 8 тысяч человек Собрал в Москве Одни хуебищ А мне кажется Их еще больше Я вообще могу себе представить Что он В следующий раз Соберет Тысяч 20 Запросто Ну Посмотрите Пройдитесь Просто вот По ебеням Вот проедьте Там где-нибудь По ебеняеву На окраине Москвы Или вообще Куда-нибудь За Москву Поехте Посмотрите на все Этого Малолетняя провинциальная Быдло Вот эти Мрачные школьницы И вся вот эта шушера И столько много Вот Это в принципе Самая выгодная Целевая аудитория На мой взгляд Малолетняя Речь не о музыке Тут речь Про культ личности Музыку Он делал музыку Получше Говорят Что он Самый сильный Баттл МС И против Кого он батлил Забывчивого Крипла Против Дуни Против СТМ Будет баттли Джонни Боя Когда он Последний раз Выпустил Нормальный баттловый Трек Даже Последний Дис Смехотворная Чепуха Сука Он делал Крутую музыку Когда был со мной Как только Круки в общении Стал Стоять Из полу Пидоров Хипстеров Он стал делать Хуйню С этим Согласятся Даже его Слушатели Или что Сейчас Он делает Полную Хуйню Мы попали В очень сложную Ситуацию Которую Он не вывез И сбежал Оклеветал И это Факта Факта Вот С такими Лохами Я просто Ну Напущенный В моих глазах Просто Комму не лень Вот Понаблюдайте Кто мне Хуйню Пишет Зайдите У обычных Долбоебов Никнеймы Такие же Как в инстаграме Например А бывает Даже есть ссылки Вконтакте Зайдите Просто Проверьте Мои слова Посмотрите На людей Которую Пишет Мне Хуйню И Вы Заметите Что Все Уроды Да Да Сходи Посмотри Я просто Понял Насколько Интересно И необычно Говорить Правду Сегодня Вот Популярность Моего Перископа Даже Или там Не знаю Твиттера Чем я Интересен Для людей А правды Я говорю Что думаю Я говорю Вещи Даже Про самого Себя Такие Которые Присовывают Себя Не говорят Люди Как бы Ну Стыдятся Скрывают А я Абсолютно Откровенный Человек Я говорю Про себя Про других За это Меня Оценят Вот И Что Самое Интересное Люди Начинают Беситься Начинают Писать Мокут Хуйню Но Они Даже Не пытаются Это Оспорить Никто Не пытается Оспорить Мои слова Ну Потому Что Они Даже Те Люди Которые Бесятся Сейчас Они Не знают Что Я Прав Самое Интересное Чувак Иди Так Объясню Вот Я Не ценю Брова Например Я Б Никогда Ни за Что Не Зашел К Нему В Перископ И Слушал Бо Его Никогда Бо Не Стал Слушать Ни Один Его Трек Не Посмотрел Бо Ни Один Его Клип Потому Что Я За Человек Не Читаю Что За Говно И Абсолютно Не Знаю Что Он Делает Вот А если Ты Заходишь Ко Мне Ты Не Можешь Писать Мне Что Тебе Поху Или Что Никто Не Ценит Не Слушать Не Уважать Не Знает Это Противоречит Твоим Действием Твои Слова Но Меня Не Удивляет Потому Что Я Уже Знаю Что Ты Урод Лошара Дрыщ Черт По Жизни Поэтому Как Бы В Твоем Случае Так Ах Усен Ладно Я За Слова Я В Топ Те Дело Что Отвечаю И Вот Говорю Что Все Что Я Говорю Это Подкреплено Фактами Вот Я Всегда Говорил Что Галат Чмо Какая Это Блядь Напизженный Блядь Какой-то Западный Микс Из Всех Вот Этих Западных Хайпов Недавно Аш Его Кто-то Зашкварил Вот Как Называется Это Блогер Ютуб Вскита Нарезка Где Он Там Показывает Где Все Напизжено Блядь Батлы Галата Который Слизан Из Каких-то Западных Батлов Строчки Клип И Вся В Хуйня Я Говорил Что Он Хуйта Он Хуйта Я Говорю Про Кого Я Ошибся Давайте Приведите Мне Пример Я Говорю Что Брал Тупица Брал Тупица Я Говорю Что Драгу Жалкий Клоун Никогда Никакой Карьеры Не Будет Потому Что Он Идиот Все Он Пытается Сейчас Через Ресторатора Выйти На Ваню И Вызвать Царяна Версуса Даже Царь Его Послан Нах Слил Мать Я Не Ошибаюсь Людях Вот Я Все Что Говорю Но Он Так Есть Вот Где Я Ошибся Я Не Ошибся В Мироне Я Ему Говорил Что Он Крутой До того Как Он Сам В Это Поверил Я Не Ошибся Мне Пацаны Никогда Никакой Жиган Не Давал Пизды Такого Не Было В Мою Квартиру Зашли Типа В Масках Среди Них Был Жиган Мне Дали Пиздюлей Толпой Десять Огромных Здоровых Быков Вооруженных Торис Стреляли В Квартире Все Были С Пушками Они Десять Человек Толпой Дали Мне Пиздюлей Вот Это Было А Никакой Жиган Не Приходил В Одну Мою Квартиру И Не Дал Мне Пизды Он Был Среди Толпы Десять Человек И Он Был Одним Из Тех Кто Пиздил Меня Но Били Меня Десять Человек Вот Поэтому Давайте Если Вы Говорите Про Эту Тему Жиган Придел От Лещей Даст Никакой Жиган Не Приходил Никаких Лещей Не Дал Десять Вооруженных Буков Залетели Квартиру И Пиздили Одного Человека Вот Это Было Я Меня Просто Пытаются Зашкварить Люди Не Могут Справиться С Тем Что Как На Вашем Языке Это Говорится Что Моя Самоуверенность Прежнее Мой Настрой Мой Пыл Они Хотят Видеть Меня Слабым Побитым Я Им Вот Показываю Почему Он Такой Я Хочу Чтобы Он Не Был Такой Ну Вот Тебя Ж Жалкие Шавки Под Ногами Не путаются Гавкаю Чего Ваши Мамы Стояли На коленях Чаще Чем Я Готов Поспорить Мамы Матерью Не Общаюсь Я Не Помню Не Знаю Не Могу Тебе Ответить На Вопрос Я Одну Маму Я Не Трогал Одессу В Одессе Одессе Все пошутил что ли? Пока. Привет. Ты мне лучше напиши в личку в инстаграм. Что-то тут больше следить, этих пиздюков мелких со мной общаться. Это же неинтересно. Леночка, что такое? Ты хочешь сделать предзаказ моих детей? Тебе их в баночку или в рот? Привет, Юлиана. Влада, ты, наверное, маленькая стрёмная пышка. Ты, наверное, толстенькая некрасивая тёлка, раз ты мне такой вопрос задаёшь. Такие вопросы задают только такие стрёмные тёлки. Бля, ну, у меня постоянно спрашивают, не хотел бы детей? И мне всегда им хочется ответить. Хочешь предзаказ? Тебе их куда? В баночку или в рот? Ну вот. Захотел так, ответил так. Или когда женишься? Тебя что, мамка вдавила, что ли? Так, надо забрать. Да тут не только малолетки сидят. Ну, боёбы. Увишь, Влада пишет, возвращай первого класса в рэп. Вот кому не лень, проверьте эту, Влада. Я сказал, что она маленькая, толстенькая, страшненькая тёлка. Ей нравится Джонни Бой, первый класс и Оксимирон. Проверьте. Бля, вот эта тупица заебал меня. Пошёл ты нахуй, если тебе похудо твоих фонов, нормальный человек привет бы передал. Привет в твои ебеня, тупорылый сука провинциал. Огромный привет в твои ебеня, в твою ебаную сука старую пятиэтажку с обоссанным подъездом. Привет, братан. Фонат. Фонат. Огромный привет в твою ебаную сука старую пятиэтажку с обоссанным подъездом. Если я хочу чем-то потрясти, братан, на концертах мне не нужны для этого волосы. Я могу потрясти своим хуём, как рокер на сцене. Вытащить и ебашить-то. Право-влево, право-влево. Да, я все сезоны досмотрел, последний досмотрел. Печалька. Я не люблю смотреть последние серии сериалов. Это так грустно. Но да, я досмотрел. Знаешь, какое мое отношение к людям, которые спрашивают, какое мое отношение к кому-либо. Знаешь, как я к таким людям отношусь? Привет, Полида. Кто пиздит про свой мифический член, я всегда... Спросите людей. Тут есть, наверное, люди, которые часто в моих трансляциях. Я всегда говорил, что у меня маленький член. Вот такой. Как у нас? Маленький член. Спросите, ребят, сколько раз я говорю, что у меня маленький член? Но я очень круто могу делать куни. И это спасает. Маленький член. Но я очень круто делаю куни. Пиздолист, пилоточник. Пиздолист, пилоточник. Понабежали, деревня. Деревня, сука. Хватай вилы, еди навоз, чисти, блядь. Выноси, сука, в сарае. Колхозники, ебаны. Да нет, я могу вам объяснить, почему такие люди думают, что куни зашквар. Объясняю. Как выглядит такой тип? Он одет в какие-то, блядь, тренировочные штанишки с китайского рынка в адидасах, в какой-то нелепой ебаной куртке с капюшоном. Живет он где-нибудь в ебенях, в какой-нибудь, блядь, высокой этажке, с обоссанным подъездом. Вот. Его окружение, его школа, его двор. Такие же телки. Маленькие, страшненькие. Вот. Моются они не каждый день. Это еще совковая хуйня. Вот. И вот, представьте, вот это вот дешевеньким одеколоном, дешевенькой косметики, с дешевеньким дезодорантом, который через полчаса теряет свое действие, и она начинает попахивать таким потом с запахом лука. Такая, бэээ. Вот это телки вокруг, окружение таких вот типков. Вот этот типок, его окружают вот такие телки. Вот таким телкам куни бы никто не делал. И поэтому они считают куни западло. Это можно понять. Вот. А я-то другой человек, живу в Европе, и вокруг меня-то женщины тоже другие. Там же вопрос куни совсем другой. Понимаете? Поэтому нужно просто понимать, что ему доступны телки настолько уебищные, что им бы никто куни не делал. Поэтому такие люди считают, что куни западло. Вот вам все объяснили. По поводу моего члена, обратитесь к Драгу. Он мой оруженосец. 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 И девчонки, я же прав, скажите этим лошарам, им все равно никто не дает, им будет еще больше обидно, если скажете вы, что они лошары. Возьмите лошадь. Ладно, я выхожу, девчонки привет. Спасибо. 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 Спасибо.